Различные дискуссионные площадки в нашей стране стали доброй традицией. Минуя все инстанции, власть напрямую слышит людей. Одна из таких встреч прошла и в Бобруське, в тенах Центра поддержки семей, материнства и детства Покрова. Место большого разговора выбрано не случайно. Именно вопрос поддержки семей сегодня во главе угла. Замминистр от труда и соцзащиты приехал, чтобы лично услышать идеи и предложения. Несмотря на то, что государство сегодня уделяет поддержке семье, здесь достаточно большое внимание, или постоянно совершенствуются меры поддержки, мы должны понимать, что рано или поздно мера привыкает. То есть человек есть к тому, что человек привыкает к данной мере, он воспринимает ее как должное, и она уже перестает выполнять ту функцию, то есть условно стимулировать рождение детей. Поэтому плюс у общества появляются новые потребности, новые запросы. Беларусь – государство социальное. Здесь как раз и кроется секрет такого пристального внимания. Одна из форм поддержки – семейный капитал. Размер, согласно новой программе, 22,5 тысячи рублей. Его назначают многодетным семьям, в которых третий, либо последующий ребенок рождается с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 включительно. Разморозить депозитный счет можно досрочно. На строительство жилья, получение образования, медицинские услуги – остро стоял вопрос и пенсионного обеспечения. Решение уже нашли. С января 2021 года вступает в силу указ, где мы увеличили период времени хода за детьми, который будет засчитываться в стаж для назначения пенсии с 9 до 12 лет. Снизили страховой стаж. Это стаж с уплатой страховых взносов для назначения пенсии, который необходим для выхода на пенсию маме. Для тех женщин, которые родили четверых детей, он сегодня будет составлять 10 лет. Если женщина родила 5 детей, у нее 5 лет страхового стажа нужно, но всем остальным сегодня нужно 18, но стаж будет увеличиться до 20 лет. Бобруйская дискуссионная площадка уже третья по счету. До этого такая же встреча прошла в Смолевичах и Барановичах. Название свое наоправдывает. Формула разговора простая и в то же время правильная – вопрос-ответ. Все участники по окончанию сошлись во мнении. Только так можно найти нужные решения. Это важно не только для матерей, важно для любого гражданина, для любого жителя города Бобруйска. Когда проводятся такие мероприятия, когда можно задать интересующиеся вопросы и получить на них профессиональные ответы. Всего в 2020-м Беларусь потратила на поддержку семьи более 4 миллиардов рублей. 4% от ВВП всей страны. Годовой бюджет при рождении первого ребенка – порядка 10 тысяч. То есть в месяц родители получают около тысячи. Да и многодетные, если это еще не тренд, то хороший пример. Только в Бобруйске их больше двух тысяч еще год назад было на 100 меньше. Это безусловно очень важно. И когда эти вопросы обсуждаются на уровне заместителя министра труда и соцзащиты, то есть мы непосредственно из первых уст можем получить ту информацию, которая нас интересует. Это касается в первую очередь тех мам и пап, которые присутствовали на дискуссионной площадке. И здесь действительно была дискуссия, потому что мы обсуждали разные вопросы. И трудового отпуска, и занятости. Это безусловно очень важно. К слову, приезд заместителя министра весьма символичен. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Именно они уделяют внимание тем, кто по различным обстоятельствам не может позаботиться о себе сам. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.